Здравствуйте! Я Геннадий Абовян, бренд-шеф ресторана выездного обслуживания «Гранд Фуршет». Сегодня я расскажу, как приготовить удивительно вкусное и изысканное блюдо. И, конечно же, поделюсь своими кулинарными секретами. Ну что, приступим? Сегодня мы готовим розбиф, знаменитый английский розбиф. Сказать, сколько этому розбифу лет, просто невозможно. Наверное, розбифом еще лакомились люди в пещерах. Потому что суть розбифа – это кусочки мяса, пожаренные, просто на сковороде, с маслом, без масла. Но ваша задача – просто не пережарить. Испортить розбиф – это нужно уметь. Хотя приготовить его правильно тоже нужно уметь. Давайте приступим. Для розбифа нам нужна говядина. Хороший кусок мягкой говядины. Конечно, если у вас мраморная говядина, вы просто везунчик. А если у вас просто говядина, которую вы купили в любом супермаркете, постарайтесь ее не испортить. Говядина. Мы ее режем поперек волокон. Для того, чтобы у вас получился сочный розбиф, делайте кусочки не очень толстенькими. Потому что прожарить их как следует вы просто не успеете. Она раньше задубеет, чем вы успеете приготовить правильный розбиф. Суть розбифа – это максимально нежное мясо из максимально непригодного для этого кусочка. Для того, чтобы получился хороший розбиф, у нас должна быть очень горячая сковородка. Просто очень горячая сковородка. Сегодня к розбифу я хочу вам предложить, может быть, для вас непривычный гарнир. Но это жареная груша. Попробуйте, я думаю, вам понравится. Жареный болгарский перец, микс салатных листьев и, конечно, помидор. Какое мясо без помидора? Мы это все заправим оливковым маслом с лимонным соком и бальзамическим соусом. Пока у нас греется сковородка, давайте почистим грушу. Грушу нужно ее очистить от кожуры. Я думаю, половинки груши нам хватит. Очистить от семечек. Оставим пока. Пожарим мы ее после розбифа, чтобы он насытился ароматом мяса. Всегда существует спор, солить мясо до или после. Я вам рекомендую солить после, потому что, если вы посолите мясо перед готовкой, оно вызовет из мяса все соки. Поэтому солим в конце. Будьте очень внимательны. Пережарить розбиф очень легко. Вам нужно буквально 2-3 минуты с каждой стороны, и ваш розбиф готов. Не забывайте, у вас очень тонкое мясо. Максимум полсантиметра толщиной. Пока обжаривается мясо, мы с вами подготовим болгарский перец и помидоры к обжарке. Помидор делим на 4 части. А болгарский перец чистим, удаляем семена. Так, следим за мясом, потому что оно у нас не должно пережариться. Вы удивитесь, но мясо у нас уже готово. Выкладываем на горячую сковородку болгарский перец, помидоры и грушу. Пока готовятся наши овощи, нам надо с вами мясо посолить и поперчить. И не забудьте, мясо обязательно должно отдохнуть после жарки, чтобы равномерно распределились все соки внутри волокон. Пережаривать овощи не стоит. Они должны быть слегка мягкими и румяными. Это называется гладировка. Ну что, овощи у нас тоже готовы. Мы их выключаем. К овощам также мы берем салатный микс. Для того, чтобы он был более яркого вкуса, нам нужно добавить немножко оливкового масла. Конечно, соль, перец. И выжать треть лимона. Листья надо перемешать. Приступим к сервировке. Наш готовый розбив мы уже разложили на тарелке, посолили, поперчили. А сейчас раскладываем жареные овощи, помидоры, жареный болгарский перец и жареную грушу. Сверху выкладываем пропитанный оливковым маслом и лимонным соком салатный микс. И, конечно, последний акцент и самый главный в этом блюде – это бальзамический крем. Бальзамического крема много не бывает, поверьте. Розбив с жареными овощами и салатом, готов. Приятного аппетита! Сегодня мы готовили вместе с вами. Но знайте, если у вас намечается праздник, ресторан выездного обслуживания «Гранд Фуршет» поможет организовать его в любой точке на карте. И приятно удивить даже самых искушенных гостей. До встречи! Но если вы хотите научиться готовить так же, а может быть даже и лучше, чем Геннадий Абавян, то у вас есть возможность выиграть курс мастер-классов. Это не одно занятие. Вы будете присутствовать на разных банкетах, на разных мероприятиях, во время готовки. И для того, чтобы выиграть, нужно поучаствовать в игре, которая проводится на радио Витебск в 17.00 во время программы «Хорошее время». Так что участвуйте и пробуйте свои силы, ну а потом будете готовить вкусно. Продолжение следует...